Тульская область, Новомосковский район, яровая пшеница. Такой красивой, зеленой, главное здоровой яровой пшеницы с мощным флаговым листом я не видела очень давно. Это надежда на хороший урожай и хорошее качество. На данном посеве яровой пшеницы была проведена двукратная фунгицидная защита. В фазу конец скущения начала выхода в трубку здесь был применен фунгицид Амистар Экстра. И в фазу флаговый лист начала калашения вторая фунгицидная обработка проведена фунгицидом Амистар Трио. Амистар Трио и Амистар Экстра это Амистар технология, которая позволила получить нам с вами такую великолепную зеленую здоровую яровую пшеницу. Мы видим на этом столике два снопа. Здесь очень жестокий опыт поставлен, потому что один снопик с того участка, где максимальная защита проведена от посева и по вегетации, включая фунгициды. А второй снопик это абсолютный контроль, где в принципе не протравленное зерно и нет фунгицидной защиты. Зато получилось очень наглядно. Вы можете прокомментировать с точки зрения фитопатологии состояние двух вот этих снопов и этих посевов. Сергей, здесь разница налицо, потому что первое, вы правильно сказали, здесь не было препарата для обработки семян, для защиты семян. Иногда контрольные там, где не было препаратов для обработки семян, на первый взгляд, выглядят лучше. Но это может быть связано с использованием для обработки семян, для защиты семян. У гицидов триазольного характера. Здесь у нас был применен Селестоп. У Селестоп помимо защиты и лечения семени от внутренней и защиты от почвенной инфекции, здесь у нас так называемый вигр эффект. Это позволило яровой пшенице дать максимальные всходы, очень хороший старт. Почему эти два снопа так еще хорошо отличаются друг от друга? Совершенно одинаковая питание. Но здесь у нас без вигр эффект от Селестоп. Здесь вигр эффект от Селестоп. Вигр эффект – это так называемый эффект жизненной силы. Потом в фазу укущения начала выхода в трубку к этому эффекту жизненной силы добавили физиологический эффект от баковой смеси Амистар Экстра с модусом. Это позволило максимально культуре усвоить то питание, тот азот, который был внесен в поле. Мы видим это по цвету листьев. Мы видим это не только по цвету листьев. Мы видим это по состоянию соломина. Мы видим, какая здесь мощная, прочная соломина. То есть модус позволил укрепить стенки. И какая она здесь тоненькая. Видите, она очень мягкая. Ну, на ощупь даже чувствуется разница между вариантами очень сильная. Да. И здесь мы видим очень много подгона и подседа. Вот этих мелких, тоненьких стебельков, которые, к сожалению, не дадут того урожая, на который рассчитывает данный посев. Здесь мы видим стеблей меньше, но каждый стебель содержит здоровый, выполненный колос. Еще разница, на которую хочется обратить внимание, не только состояние листьев, но и их размер. Посмотрите, какие здесь листья и какие на варианте без защиты. На размер флагового листа. Какой флаговый лист здесь и какой флаговый лист на контрольном варианте. Также на размер и на состояние колоса. Мы видим, в принципе, что практически вот на данном колосе все колоски выполнены. Да. Вот здесь вот один у нас только не выполнен. А если мы посмотрим на эти колосья, то внизу очень много у нас остается. Раз, два, три. На этом раз, два, раз, два, три. То есть мы видим та часть колосков, которая не смогла реализовать культура. Здесь Амистар Экстра с модусом, с хорошим, достаточным питанием, полностью культура реализовала веселый генетический потенциал. То есть я правильно понимаю, что вот на этом участке даже то питание, которое было, оно не полностью растением усвоено. И это видно, в частности, по размеру колоса. Мы здесь получили очень много соломы. Соломы, которая, к сожалению, даст меньше урожая. Потому что вот эта солома у нас превращается вот в такие маленькие колоски. Подгон. Да. Которые нам не дадут того урожая, на который мы могли рассчитывать. По поводу подгона понятно. А вот даже по нижней части растения посмотреть, да, здесь она уже абсолютно высветлена. Здесь, несмотря на то, что у нас с начала июля, очень много зеленых листьев. Это в основном заслуга как раз Амистара Экстра. Это заслуга Амистара Экстра. В первую очередь Амистара Экстра позволил нам сохранить нижний ярус растений зеленым и здоровым. Мы видим действительно, что у нас листья живые, листья зеленые. Здесь все сгорело от перинафоры. Перинафора пошла достаточно быстро. И мы видим ее присутствие уже на флаговых листьях. Она достаточно серьезно развивается и чувствует себя очень хорошо, потому что ей есть чем питаться. Если мы сравним верхнюю часть растения, опять же, здесь, где была двукратная обработка фунгицидом, мы перинафору, в принципе, не находим на этом посеве. Нет. Здесь у нас на данном снопе верхний ярус и нижний ярус полностью здоровый. То есть Амистар Экстра фазу, конец кущения, начало выхода в трубку, пролечил и защитил профилактический нижний ярус. Затем Амистар Трио, который был применен в фазу флагового листа, продолжил фунгицидную защиту. И мы видим полностью зеленый здоровый сноп и посев ировой пшеницы. Здесь планово две фунгицидные обработки, и сейчас мы видим пшеницу в фазе цветения. До уборки еще достаточно долго. Мы не будем работать фунгицидами на этом участке. Какие риски мы имеем в связи с тем, что больше не будет фунгицидных обработок? Чего нам ждать, чего опасаться? Сейчас цветение, в принципе, дождей в данный период здесь, именно в этом месте, не было. Риска развития пузыриоза колоса у нас сейчас нет. Предшественник у нас здесь хороший. Обработка фазу флагового листа начала колошения фунгицидом Амистар Трио в норме расхода литр на гектар позволила нам не только защитить флаговый лист, но и колос. Поэтому в дальнейшем фунгицидных обработок здесь проводить не требуется, потому что посев зеленый, здоровый. Сейчас ему остается только пройти фазу налива созревания и заложить урожай хорошего качества и количества. Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами видим посев озимой пшеницы, московская 40, посеянная по пару. Высота растений здесь чуть выше метр двадцать. Данную пшеницу кормили очень интенсивно. Было несколько подкормок, в частности весной, больше трех раз. В общей сложности порядка 250 килограмм в действующем веществе по азоту. И здесь была всего одна обработка регуляторами роста, так, насколько я понимаю? Да, модус вкущения 0,4. Модус вкущения 0,4. Коллеги, хочется сказать, что для таких сортов, как московская 40, безинчукская 380, для большинства сортов, которые у нас есть в подмосковной селекции, по паровому предшественнику, по хорошему фону минерального питания, и в такие годы, как в 2020, в центральной части России было очень много осадков, очень много влаги, хорошее питание, великолепный предшественник. Мы видим, что пшеница выросла очень большой. Для таких посевов мы рекомендуем применять регуляторы роста оптимально три раза. В первую фазу – это конец вкущения, дать хлормикватхлорид, достаточно жесткий ретардант, который действительно притормозит рост стеблей в высоту. Где-то 650-750 грамм на гектар. Я видела посевы, где работал регулятор роста антиволигач, первую обработку – достаточно эффективное решение по снижению высоты растений. Дальше мы работаем уже с междоузлиями. По второму междоузлию мы заходим, работаем модусом 0,2, и по третьему, четвертому междоузлию, как даст погода, еще раз заходим, работаем модусом 0,2. Данная трехкратная обработка регуляторами роста позволит ощутимо уменьшить высоту ваше растение, сохранить прикорневую часть, эту соломину, чтобы вы не получили вот такую, к сожалению, хрупкую соломину. Я понимаю, хорошо накормили, защитили, но погода не дала зайти. С вторым и с третьим применением препаратов для снижения риска полегания. И на сегодняшний момент мы, к сожалению, видим, что посев у нас полег, но сейчас она потихонечку начинает подниматься. У нас сейчас идет фаза налива, еще давится зерно. То есть еще есть время до уборки, и есть надежда на то, что все-таки пшеница немножко поднимется. В принципе, колос не лежит, колос за последние два дня поднялся. И, конечно же, такие посевы потеряют и в количестве, и в качестве убранного зерна. И на будущее рекомендации придерживаться все-таки двух, а лучше трехкратной обработки регуляторами роста. Редактор субтитров А.Семкин